Всем привет! Появилась возможность показать продолжение темы про брак в утеплении. Одной из известных фирм, имеющей собственный технодзор и приравнивающей себя к зодчим. Только они не зодчи, а мудозодчи. Ссылка на первое видео будет в описании. Даже тот самый технодзоровец на букву Г засветился у меня на канале, но под другими видео, так как видно в защиту себя сказать нечего было или побоялся, что озвучу сразу, поэтому решил поумничать на срав в других местах. Его не клевый, но все же. Зарегился он под Александр Васильев. Правда что-то давно не объявлялся, но думаю скоро опять появится, так как заказчик ссылку на это видео перешлет директору фирмы, как было сделано и ранее с первым видео. Чего интересно, директор обвинил меня, что я ангажирован. Интересно кем и для каких целей? Для тех, кто не знает значение слова, то объясню. Получается, что я сделал это специально для очернения их доброго имени с подтасовкой фактов, а главное не бесплатно. Кто как думает, может мне действительно с той шараш конторы бабки запросить за неозвучивание фирмы? А если запросить, то сколько? Во всей этой ситуации администрация фирмы не винит своих работников, как и свою работу считает выполненной в полной мере и в полном объеме. Брак не признали, а точнее признали только частично, причем меньшую часть, от чего деньги, оплаченные за эту некачественную работу, вернули не полностью. Типа ведь мы утеплитель уложили, ну а то, что с дырами, это не важно. Кто как считает, стоит ли такое исполнение считать слегка некачественным? И сколько следовало бы им вернуть? По мне так они должны вернуть 200%. 100% за хреновую работу, а 100% за моральный ущерб и компенсацию демонтажа. А может я не прав и реально, как высказался тот самый умный технодзоровец, утеплитель так усох и это все в пределах нормы? Интересно, а почему у нас не усыхает ничего настолько? Все это утепление фирмой было сделано с удобного раковца, а точнее они сделали это перед кровлей, соответственно сверху. И вот как ему мань хватило нормально, а точнее плотно и в распор уложить в утеплитель. А также меня убило, как они не смогли ровно установить стропила. Я могу понять расхождение в 1 см, но в 10, к тому же не более 3 метров, это сверх моего познания. Может я дурак и просто так до людей докапываюсь. Хотя людьми мне тех особей назвать язык не поворачивается. Так что, кто вам говорит, что изнутри не утеплить хорошо, потому что неудобно, а качественно возможно только сверху сделать, то не верьте. Такие мастера в большей степени реальные рукожопы и шарлатаны. Мы всегда утепляем изнутри и всем другим советую так же делать. Пусть изнутри и неудобно немного, зато 100% утеплитель не намокнет от дождя или тому подобного. А главное, заказчику проще проверить исполнение. Совет тем, кто планирует утепляться, а работникам нет доверия. Заставляйте их делать промежуточные фотоотчеты. Плюс монтаж параизоляции только после, как сами глянули на качество монтажа утеплителя. Это сделать не составляет проблем. Скажут, что утеплитель вываливается и нет возможности сфоткать, гоните их в шею тогда, если у них ума не хватает закрепить его, даже если утеплитель слишком мягкий. Лично я не советую и не люблю слишком мягкий утеплитель, так как мне кажется, что он тепло будет хуже удерживать. Но это мое личное мнение и я его не навязываю. Если все-таки хочется мягкий, то он фиксируется перекрестным натяжением нитей или тому подобное. Короче, зафиксировать можно. Здесь я специально оставил звук, чтобы было понятно, что пакли не забита в паз, а тупо приклеена к пазу при помощи лака или тому подобного состава. Четко слышно, как хрустит застывший состав и шов отрывается от бремена, а не вытаскивается из паза. Как и видно, прилипшие волосинки пакли. Парусь, все-таки не могу, как и видно. Круто! Я просто делаю звук. Б Colт и бедным. Хрустит. Бегутся. Я все-таки не могу, как я так делаю. Круто! Бегутся, яйца-пай. Круто, ясно-пай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Даже без нити у нас почему-то ничего не вываливается и дыр нет. Так мы использовали их же куски, чтобы заказчику сэкономить на утеплителе. Правда, много все же пришлось выкинуть, но это точно не более 15% от всего объема. В общем, смотрите, высказывайте свое мнение, чтобы можно было понять, это я такой придирчивый и дотошный очень, или все-таки такие фирмы бракоделы, которые надо озвучивать, чтобы люди не попадали на них. Всем спасибо за просмотр! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok